Влогер, это вот на ютюбе, кажется, платформа, работа есть для всех. Если живой, открывай аккаунт и начинай говорить. И начинай говорить все, что знаешь. Правда, неправда, говори. Главное, чтобы было все так жарено, интересно, рискованно, захватывающе. Ну и набирай лайки. Даже вот смотрю по моим детям. Моя средняя дочь 8-9 лет. У нее так вот оно, вот не знаю, в такой сезон мы живем. Она папа, записываю видео. Вчера вот были на океане. И она представляется. Мы находимся там-то и там-то. Мы делаем то и то. Рассказывают всем, как на волнах нужно себя вести там. Со всеми попрощала. Сказала, приезжайте в Джексонвилл. Все, видео закончилось. Никто не учил никогда. Ну вот кажется, вот она же это где-то видела. Вы же понимаете, что она же где-то кто-то повлиял. Вот это кто-то научил. И сегодня мы живем в таком вот мире информации. И это интересно, что не просто, что этих много появилось в этих видео репортеров, но они же стали на нас влиять. Кем-то это руководит. Оно нам тоже в жизни либо мешает, либо помогает. Здесь важно разобраться. И выдавая любую информацию, например, на Ютюбе, часто нам нужно заметить то, что эти люди не все, но иногда не несут никакой ответственности за ту информацию, которую они вам дают. Вот это важно здесь разобраться. Они не несут никакой ответственности за то, что они как бы сказали. Что-то нашел, открыл, подумал. Там сегодня модно теории конспириуси, как это по-русски? Теории заговора и так далее. Это все людьми движет. Это как бы такой эффект толпы. Сегодня много появилось фейк-новостей. Новости, которые ненастоящие или непроверенные, которые иногда могут быть вообще неправдивые. Сегодня можно много монтировать видео, вырезать, перекручивать. Даже мою проповедь можно так смонтировать, так все вырезать из контекста, что вы будете в шоке, что я сказал. И весь интернет будет... Вырвали там два слова, сложили... Богдан сказал. Поэтому, друзья, настолько нам нужно быть внимательными, осторожными, чему мы доверяем и чем мы руководимы, кем мы ведомы. Особенно для верующих. Друзья, особенно для верующих. В последней моей проповеди, помните, я говорил, что сегодня YouTube стал более популярнее, чем Библия. И YouTube – это океан, в котором можно утонуть и отравиться. Это вот об этом мы и говорим сегодня. Что люди часто стоят ведомы мнением. Разные периоды в жизни, сезоны, они бросают нам вызовы. Но сегодня один из самых больших вызовов – это информационная перенасыщенность, перегрузка, взрыв мозгов. Настолько информации подается много, что вы иногда даже аж устаете, не все просматриваете, то, что вам высылают, предлагают. Иногда кажется, аж ну такой идет вот гонка. Ты вроде бы дома сидишь, уже тебя физически привязали, остановили, а мозги там в скорость идет, тебе же информацию грузят, бомбят. Получается, атака идет с другой стороны. Иногда еще такие там названия, просмотрите сейчас. Его скоро удалят, это видео. Распространяйте сегодня. И ты так задыхаешься, думаешь, не успел отправить, новые пришли. И вот так вот мы живем, как бы под таким стрессом, давлением. А Библия говорит, вводим мы Духом Божьим. И мы останавливаемся, и я задаю себе вопрос, а когда в моей жизни я вот что-то подобное, ну реально переживал, ощущал, я возвращаюсь к этому. И сегодня, друзья, есть категория людей, которые сильно в Советском Союзе было, помните, верили телевизору. А сегодня некоторые сильно верят интернету. Если сказал кто-то по Ютьюбу, значит, это правда. Это может быть совсем, друзья, не так. Коронавирус, которая пришла сегодня в мир, многих это подтолкнуло как-то двигаться. То есть люди начали быть ведомыми мнениями. Кто-то начал запасаться продуктами. Я не говорю, что это плохо, друзья. Нет, мудрость, это тоже хорошо. Кто-то начал паковаться и куда-то переезжать. Кто-то на основании этого кризиса принимает решения. Вопрос на основании чего? Кто-то переезжает в Новую Зеландию. Кто-то переезжает на Гавайи. Кто-то еще куда-то едет и за собой кого-то тянет. И люди иногда вот спрашивают, а что ты думаешь, а что ты думаешь. И вопрос вот это мнение. Мнение, оно как бы людей давит, оно как-то толкает. И здесь нам, друзья, важно понять, что есть мнение, которое людьми вводит, руководит. А еще есть другой уровень, есть сильное мнение, которое тоже людьми вводит и руководит. А еще есть третий уровень, есть много мнений. И оно еще больше влияет на наши решения, на нашу позицию. А еще есть четвертый уровень, это мнение, непроверенное мнение. Оно тоже нас иногда куда-то уводит. А еще есть мнение, которое выдается за откровение. Вот это еще более опасный путь. И тогда, друзья, нам важно разобраться, чем мы вводимы в этой жизни. Кто руководит мною? Мнение или откровение?